Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что в первую очередь брать, а ну-ка не шуметь, а то будет сейчас драка Свяжи его и ударь его пару раз битой Мы поговорим о каждом вкусе отдельно, дадим свою субъективную оценку по каждому из ароматов Чтобы вы ориентировались и знали, что вам по душе и что брать в первую очередь Погнали! Прежде чем начать подробный разбор, надо сказать, что у меня на столе 9 вкусов В первом дропе новинок вышло 10 вкусов К нам не доехала мексиканская моча И пока эта партия ехала 3 месяца, вышло еще 5 вкусов Мы о них тоже скажем, но субъективную оценку дать не сможем Эти 5 новых вкусов, скорее всего, придут нам уже в следующей партии А мы пока пробежимся по этим 9 Итак, первый вкус это шоколадная вишня Это, в принципе, неплохая вишня, которую портит здесь шоколад, как по мне Все мы знаем, что у Танжа всегда, в принципе, удачные вишни Как и Марачино Черри, да? Как и, в принципе, Дарк Черри Это классные вишневые вкусы, без мыльности В этом случае что-то пошло не так Не знаю, что именно Вроде бы сочетание, ну, такое, знаете, классическое, отработанное Шоколад-вишня Но здесь как-то все... Наверное, я просто ожидал большего от этого вкуса Поэтому получилось так себе А возможно, просто вкус не очень В общем, ставлю этому вкусу 3 кейминта из 5 Следующий вкус это освежающая ягода дыни В этом вкусе мне понравилось, что дыня нежная Она абсолютно не ацетонит Потому что у большинства производителей дыни Честно, буду откровенен с вами так себе Здесь все в порядке Знаете, больше похоже на такую освежающую дынную жвачку Баланс вкусов в этом аромате клевый Но, как по мне, не хватило немного насыщенности Поэтому ставлю этому вкусу 5 с минусом кейминтов из 5 Следующий вкус это малина и розовый грейпфрут Все мы знаем, что розовый грейпфрут уже есть В основной линейке таржа И это, более того, скажу вам, для меня отличный вкус Даже, я скажу, топовый Малина здесь, она, знаете, фоновая на послевкусие Что только подчеркивает грейпфрут Мне баланс понравился Вкус мне показался отличным И, опять же, возможно, не хватило немного яркости в этом аромате Но, в целом, курилось все классно Поэтому ставлю этому вкусу 5 кейминтов из 5 Следующий вкус это ежевика лайм Что я могу сказать? В основе здесь ежевика Вкус лайма, он такой фоновый Сладкий, конфетный, не кислый И вкус мне не очень понравился Если честно, он какой-то пустой Не яркий, не насыщенный На фоне того, что я пробовал раньше Он как-то вообще потерялся Вроде бы сочетание интересное Да, ежевика Она, в принципе, это вкусная ягода с кислинкой Лайм должен был подчернуть эту кислинку Но здесь оба вкуса как будто в основе сладкие, что ли Я не этого ждал Поэтому поставлю этому вкусу 3 с минусом кейминта из 5 Строго, но по делу Следующий вкус это кашмир лимон Ну что я могу сказать? Кашмир лимон это, знаете, это вот Это вот Охренное сочетание Если честно, я ничего не могу больше добавить Потому что кашмирские вкусы у танжа в принципе крутые В большинстве своем и в моно кашмир тоже очень клевый у танжа И этот вкус не стал исключением Очень вкусно курица Я лично заценил Не только я, и мастера тоже заценили, что это прям реально вау Это, наверное, самый удачный вкус из этого дропа Он залетел просто на ура Вот сейчас я его курю и наслаждаюсь каждой тягой Вот так Подытожили, короче Это топовый вкус Кстати, давайте Магу позовем попробовать Итак, это Мага Он известный стример-игрок в CSGO Я слышал, он нормально разматывает Я с ним ни разу не играл и не буду, поэтому Он хотел попробовать какой-нибудь вкус из нововышедших И я хочу, чтобы он попробовал кашмир лимон Звучит классно, давай Звучит очень вкусно И так же и курица А кашмир что такое? Ну иди тебе объясни, погуглишь потом Хорошо договорились Ты же любишь очень кальяны Ты же их куришь каждый день Знаешь, на что похоже? На что похоже? Я как-то курил газировку Это как будто имбирь там есть, что ли? Нет Это кашмирские оттенки Тебе, возможно, напоминают имбирь Да, возможно Как тебе вкус сам по себе? Мне он напоминает газировку как раз Тебе нравится? Да, прикольный вкус Мне очень понравилось, когда я последний раз газировку курил И как раз с лимоном она была Ну отлично Здесь на самом деле очень клевый баланс кашмира и лимона Кашмир он в основе А лимон, знаете, на такой тонком послевкусии Очень тонком, но очень приятный лимон Именно кислый, не конфетный Как по мне, крутой вкус Ставлю ему 5 кейминтов из 5 Тебе зашло? Базар Отлично Поправляющая тема, знаешь? Да, согласен Держи Следующий вкус Это лавандовый огурец Что я могу сказать по этому вкусу? Огурец здесь достаточно яркий и насыщенный А вот лаванды Как цветочного вкуса Я здесь не почувствовал от слова совсем Знаете, вот на послевкусии Остаются нотки такого напитка Под названием рутбир Не знаю Многие, возможно, из вас пробовали такой напиток Но он такой вкус Напоминающий звездочку В общем, странный вкус Не скажу, что он мне понравился Ставлю этому вкусу 3 с минусом кейминтов из 5 Следующий вкус Это лаванда, ваниль и лайм Знаете, очень смешанное сочетание Опять же, лаванды я здесь не почувствовал вообще никак Так же, как и во вкусе лаванды-огурец На самом деле, мне этот вкус напомнил По аромату что-то между укропом и марихуаной, если честно Как бы забавно это ни звучало Но именно это я почувствовал Очень странное смешанное сочетание Не зашло Ставлю этому вкусу 2 кейминта из 5 Вообще не понравилось Возможно, мы что-то не так сделали Возможно, мы как-то не так забили Но я там же забивал много раз И наши мастера тоже Поэтому вряд ли В общем, откровенно не зашло К сожалению Арбуз, огурец и лайм В этом вкусе преобладающие ноты у арбуза и огурца Лайм здесь идет на послевкуси Я думал, что это будет более насыщенное сочетание Учитывая, что там есть огурец Потому что в остальных вкусах с огурцом это ярко было Здесь не очень Любителям глухих, около свежих фруктовых ароматов Должно зайти Но я не из таких Поэтому ставлю этому вкусу 3 кейминта из 5 Лемонграсс По этому вкусу могу сказать следующее Это очень аутентичный лемонграсс Если мы говорим чисто о схожести вкуса Настолько аутентичный, что даже на послевкусии Есть вот эта горечь Да, вот запах лемонграсса Он кислый в основе Но с легкой горчинкой на послевкусии Поэтому это очень аутентичный вкус Но я не уверен, что эта горчинка может В принципе, большому количеству людей понравится В этом случае конкретно меня это немного оттолкнуло Потому что вкус это, как по мне, в кальяне портит Если мы говорим о запахе лемонграсса То эта горчинка, в принципе, она ощутимо очень фоновая И не доставляет дискомфорта Здесь мне это в этом вкусе не понравилось Буду откровенен Поэтому этот вкус также получает 3 кейминта из 5 Вот из лемонграсса мне очень нравится лемонграсс у Сибера Вот у Сибера он классный Он без вот этой горчинки излишней И очень тоже похож, аутентичен и приятен Поэтому в этом случае могу от Сибера Прекоменовать лемонграсса, если из вас есть его ценители Так, вот здесь вы увидите вкусы, которые уже вышли Но пока до нас не доехали Приедут, где мы в соцсетях Дадим по ним тоже субъективную оценочку Ну и давайте я скажу вам свой топ вкусов у танжа Чтобы вы лишний раз меня в комментариях не спрашивали Во-первых, это кейминт Вкус мятных леденцов Во-вторых, это марокканская вишня Отличная вишня, необходимая в работе Немыльная и очень яркая Третий вкус это уолш крим Крутейший карамельный вкус Четвертый вкус я бы отметил, наверное, олло-шку Олло Это вкус газировки в стиле доктора Пеппера Пятый вкус я бы отметил, скорее всего, оранж соду Отличная газировка апельсиновая Ну и до 10 не буду, в общем, там и печасти Розовый грейпфрут Очень много достойных вкусов Поэтому вот так вот Давайте мы еще для вас разыграем Все эти вкусы, которые у меня есть в нашем телеграм-канале Ссылка будет в описании Условия сможете все узнать там Ознакомиться и поучаствовать Вам всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья С вами был, как всегда, я, Айк Надеюсь, с вами все четенько Вы курите правильные кальяны До сих пор любите своих женщин Подписывайтесь на наши соцсети Все, которые всплывают И, в общем, остаемся молодцами Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok